Однажды музыканты группы Total рассказали такую историю. Им довелось выступать на разогреве Мэрилина Мэнсона на концерте в Москве. И помимо них на этом разогреве выступало еще несколько групп. Но именно к ним после концерта подошли организаторы и сказали такую вещь, что если бы мы знали, что вы звучите вот так, что от вас вот так вот штырит, то мы бы всех остальных отменили и оставили бы только вас. Но, к сожалению, ваши записи не передают вот этого вот вашего характера. Другая история. Как-то ко мне обратилась группа за записью такой демозаписью, записи презентации, чтобы они могли показывать это организаторам концертов, администраторам клубов и так далее. И рассказывать свою историю. Они выступали в каком-то крупном клубе и после концерта к ним также подошел организатор, администратор и сказал такую вещь, что ребят, слушайте, концерт замечательный, все очень классно, но вот, к сожалению, ваши записи не передают вот эту вот энергию, вот этот вот характер ваш. Если бы ваши записи передавали вот то, что мы слышим на выступлении, то можно было бы организовать вам гораздо большее количество концертов, что, собственно, потом у них и произошло. После того, как мы сделали запись, они через какое-то время звонили, говорили, что у них количество работы увеличилось в 4-5 раз. В свое время группа Rolling Stones также столкнулась с подобной проблемой. Им не удавалось на записи передать вот эту вот энергию, харизму свою, которая возникала у них на концертах. И они, собственно, дошло до того, что они стали приглашать даже каких-то своих поклонников в студию на записи и играть как бы такие мини-концерты. Сегодня, когда монетизация стримингов практически обвалилась, когда для многих музыкантов сегодня это недоступно, вопрос организации концертов становится вопросом, скажем так, вопросом выживания, да. Да и вообще традиционно в России музыканты зарабатывают основные деньги на выступлениях. И поэтому, соответственно, запись, которую делают музыканты, она должна делаться таким образом, чтобы люди после прослушивания хотели прийти на концерт. Сегодня никому не нужна просто какая-то формальная запись, какая-то непонятно для чего. В стриминге она работать не будет, на концерты она людей не притащит. Нужно все-таки думать о том, как передать характер и харизму исполнения и зафиксировать ее в записи. То есть сделать все для того, чтобы люди, послушав такую запись, захотели прийти на концерт, а те, кто устраивает концерты, захотели пригласить группу на выступление.